Геннадий, вот важная история, я не знаю, слышали ли вы в таком российском издании, которое позиционирует себя независимым, важная история, вот они сейчас якобы слили информацию внутряковую от своего крота в Минобороне, который вот сообщает, что там все понимают, что стратегическое наступление российской армии в Украине сейчас невозможно, что такого наступления точно не будет, и возможно с этим связаны эти заявления и битье в грудь того же Медведева, который сейчас написал пост по поводу разделения Украины по 38-й параллели, как по аналогии с Кореей, а потом еще и высмеял это, что Украина хотела бы, но мы этого им не дадим. И вот, опять-таки, сложно себе представить, что вот такое российское здание такое будет телеграфировать, что за игра это может быть, мне это напоминает, опять-таки, если верить искренности этой информации, достоверенности, то это что-то подобное тому, как Леонид Ивашов, который организовал целую группу отставных офицеров, это генерал, это очень крутой генерал российский, именитый, написал, помните, заявление за несколько недель до войны, призвал Путина идти в отставку и назвал эту войну полной аферой, обреченной на крах и провал. Так, я что, должен просто продолжить эту мысль? Ну просто, насколько можно верить подобной истории, и действительно ли, как вы думаете, в Минобороне такие настроения сейчас? Ну там же в Минобороне разные люди, с разными целями. Там есть откровенные жулики-воры, им чем дольше длится война, чем она более жестока и бессмысленна, тем и лучше. Есть люди, которые понимают, что война проиграна с первого момента, с первой секунды, когда она началась. Такие люди тоже есть, и мы их знаем. Вот, и естественно, ну тут же, а тут же, допустим, Тимур Иванов, да, о котором мы знаем, расследование ФВК про него провело, которое там наживается на стройках, на всем, там его, извиняюсь за рождение, баба его там шикует, скупает драгоценности, по бутикам шляется, платье там за 30, за 60 тысяч евро, так сказать, на нее делают. Но это вот тоже, это же тоже Минобороны, замминистра обороны, by the way, как говорится. Вот, поэтому там разные люди, но умные люди понимают, что, в общем-то, проигрыш неизбежен. Но нет у них таких ресурсов, возможности противостоять западные коалиции. Гитлер не смог, что Гитлер был, у него и союзники были в пол-Европе, и оборонный комплекс был, не только германский работал на Гитлера, и много чего другого было. Гитлер не смог противостоять коалиции, а ее возглавляли, так сказать, Соединенные Штаты Америки, Британия, на всякий случай. Советский Союз был просто стороной, которая сначала, опять вот все нехорошие слова, так сказать, напрашиваются, ну, как бы, так сказать, обманул, не обманул, который вступил с Гитлером в позорный сговор, два года с ним почти вместе дружила, а потом уж она оказалась в коалиции. Сначала-то она была в коалиции с Гитлером, Польшу они делили, и не только Польшу. Вот, поэтому, конечно, не сможет Путин противостоять, все это понимают, не будет никакого стратегического наступления, я в это не верю, нечем наступать, да и неким, потому что все это плохо обученное войско, оно, в общем-то, не очень хорошо воюет. Они больше там унитазы тырят, холодильники, для тебя телевизоры, это у них хорошо получается. Ну, и можно предположить, что, опять-таки, учитывая, даже если такое количество поступит на фронт, речь идет о совсем другого масштаба потерях, они будут намного плотнее находиться, и убивать их будут просто намного массовее. Оружие будет другое в Украине, сейчас все равно уж пойдут поставки танков в большом количестве, бронемашины, боекомплектов, хаймарсы, дополнительно будет поставлена система залпового огня, новые гаубицы, достаточно большое число боеприпасов. И потихонечку я так понимаю, что, так сказать, и там самолеты, они есть, каким-то образом появляются у украинцев. Ну, может быть, там старые, в смысле не старые, они вполне приличные боевые, но я имею в виду те бывшие советские машины, которые передавались куда-то в Европу. Я так полагаю, что понимаю, может быть, я ошибаюсь, что так, если мы берем численных потерь, в авиации Украины до сих пор нет. Ну, так, как и было, там 120 штук или там 150, так оно столько и осталось. Это Россия несет потерь, а Украина вроде как, и они не погибают, эти самолеты. Почему-то они там возрождаются или отремонтировали их, я уж не знаю, каким образом. Вот, но я думаю, что, конечно, авиации нужно поставлять, безусловно. Да, ракеты дальнего действия поставлять нужно, потому что наносить удары по инфраструктуре, которая несет на себе смерть украинцам, да, это надо делать, это закон войны. И очень правильно, что сейчас ни одного заряда не взорвалось не на военной, на обычной, на гражданской инфраструктуре со стороны Украины. Очень правильная тактика и стратегия выработаны. Она дает результаты. Ну, грубо говоря, никто не обижается в России. Я так вот по-простому скажу, да. Все понимают, что эти удары идут точно по военным объектам, по инфраструктуре, которая участвует в войне. И как бы так сказать, ну, что, за что боролись, на то и напоролись. Поэтому вот так оно и будет. Но вот побеждать надо в 23-м году, я считаю. Я буду об этом и говорю, и буду говорить об этом. И публично, и не публично, и в куларных беседах. Что нужно такой уровень военной помощи, чтобы Украина могла победить уже в 23-м году. По крайней мере, нанести сокрушительный разгром агрессору. И вот когда там мы говорим о корейском варианте, он невозможен. Он невозможен. Но был возможен раньше, когда, допустим, ушли бы путинские войска за линию 23-го февраля, признали там репарацию и вину, тогда да, мог бы быть такой вариант. На какое-то время. Но вообще в чистом виде корейского варианта не будет к чему. У Путина нет такого времени. Это там династия Кимов, они там узурпировали власти друг от друга. Эту власть, так сказать, забирают, да, передают дальше, несут по наследству. По сути дела там монархия. Такая какая-то неомонархия. То у Путина такого не может быть. Значит, с его смертью все это закончится. Когда эта смерть наступит? По каким причинам? Это другой вопрос. Но то, что понятно, что режим путинский существует столько, сколько существует Путин во власти. Поэтому там никакого корейского варианта, он мог быть на какое-то очень короткое время, и то там санкции, политическое давление, они бы, конечно, сломали бы хребет этому режиму. Даже если бы все равно бы все до смерти Путина. Так как ему 70 лет, ну да. При всем том, что люди живут не так много, ну даже если, ну десятилетия, Запад мог бы подождать. Спасибо.